Стихли последние аккорды гимна, судья вбрасывает шайбу и игра начинается. С первых минут матча соперники из Таншаева дают понять, что приехали за победой. Играет старт преимущественно в контратаке и к середине периода гости открывают счет под оглушительную тишину трибун. Отыграться к концу периода Сарова так и не удается, однако на боевом духе наших болельщиков это никак не сказалось. Мы, конечно, очень переживаем за нашу команду, надеемся, что победа будет за нами. И наши ребята, они молодцы, они соберутся и сейчас для болельщиков они сделают самую хорошую игру. Очень хорошая игра, я желаю самых лучших голов, побед, чтобы все получалось. Мы очень за них переживаем, болеем, надеемся, все у них получится во втором и в третьем периоде. Игра очень напряженная, команды достойные друг друга, надеемся на нашу победу. Саров вперед! У нас все будет хорошо, мы обязательно победим, весь город пришел их поддерживать. Мы в них верим, мы в вас верим, мальчики. Игра не была щедрой на забитые шайбы, однако держала трибуны в напряжении до последней секунды. Второй период уже подходил к концу, а счет на табло оставался без изменений. 0-1 в пользу гостей. Сравнял его Константин Поляков, отправив шайбу в ворота противника за две минуты до перерыва. Трибуны буквально взорвались овациями. Каждый период равная борьба. В первом маленечко упустили, то, что гол пропустили, маленько расслабились, но потом парни, особенно старшие, старшее поколение нашей команды нас подзавело. Трибуны тоже заводили, гнали вперед. Ну и второй период, и третий также с равной борьбой. И где-то нам больше повезло, где-то мы больше попали, но по мне так у нас моментов было больше. Им очень помогал вратарь. Работу вратарей позднее в комментариях многие подписчики назовут виртуозной. На протяжении всего третьего периода они успешно отбивали все атаки противника. Ни одной команде так и не удалось попасть в ворота. Основное время игры закончилось ничьей. Победный гол наш игрок Денис Китаев забил уже на седьмой минуте овертайма. Это была самая валидольная игра за весь чемпионат, рассказал Аркадий Шаплин. Станшаев всегда принципиальный и сильный соперник, с которым с ним играть интересно. Всегда идем назря в наздрю, в одну-две шайбы, что у них на выезде, что у нас домино, особенно в этом сезоне. Но сегодня удача повышена на нашей стороне была. Смогли, победили, трибуну помогали. Трибуну – шестой полевой игрок. Поэтому, в общем, усилиями добились победы. Противник в борьбе за первое место Сарову достался непростой. Команда «Старт» из Таншаева трижды становилась чемпионом области. А потому борьба за победу обещает быть напряженной. Второй матч финальной серии игр Саров проведет на выезде. В следующую субботу наши хоккеисты поедут в Таншаево. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Субтитры создавал DimaTorzok